Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Дедлайн близко. Жилье должны получить до 1 сентябра по решению местного исполкома. Бобруйз готовится к отопительному сезону 2020. Кто уже получил паспорт готовности? От трендовых моделей до надежной классики. Визуально очень красивая обувь. Сесть и по цене все подходит. Магазин «Байстеп» приглашает за покупками. Во сколько обойдется пара? На смену жаре немного дождя. Без зонта не обойтись. Синоптики прогнозируют желтую среду, насколько опустится столбик термометра. А также танковый биатлон, учебный год и запрет на лес. Зеленое богатство Бобруйского района на замке на Долгой Лемера. Переход на осенний режим. В городе вовсю идет подготовка к отопительному сезону. Сколько организаций получили паспорта готовности и когда ждать потепления в квартирах? Мария Бересневич расспросила специалистов. В Бобруйске вовсю идет подготовка к отопительному сезону. Через две недели осень вступит в законные права. Во дворах меняют теплотрассы, а предприятия и организации города получают паспорта готовности. Социалистическая студия 99, жилой комплекс «Восточный». Товарищество собственников позаботилось о комфортной зиме жильцов еще в середине лета. Инспектор энергонадзора проверяет состояние помещения, пунктов, системы электроснабжения и отопления. Ежегодно повирают манометрик, они ежегодно повираются, сдают, есть специальная служба, метрология, которая смотрит, чтобы они работали, показывали точное давление. Во время приемки объекта специалисты смотрят контрольно-измерительные приборы учета и документы, мониторят выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывкам трубопровода. Здесь замечаний нет паспорта готовности на руках. После окончания отопительного сезона мы приступаем к работе над теплопунктами. Снимаем нерабочее оборудование, завозим ремонт, снимаем измерительные средства. При необходимости производим замену вышедшего из строя оборудования. Подготовку к отопительному сезону организации города начали еще 15 марта. Школы, детские сады, библиотеки, поликлиники и больницы – одни из первых получили паспорта готовности. Между тем, жилищно-строительные кооперативы, отмечают специалисты энергонадзора, медлят. Многие кооперативы уже, конечно, получили. Мы по области, одни из лучших в области оформления документации, получается, у нас уже почти 50%. Но темпы жилищно-строительных и жилья в целом низкие в этом году, отмечаются почему-то. До 1 октября это предприятия, заводы, совхозы должны получить, а жилье должны получить до 1 сентября по решению местного исполкома. Для регистрации паспортов необходимо обращаться на Комсомольскую 51, а здесь же можно получить консультацию специалиста. В 2020-м, к слову, документы оформляются по-другому. Метеорологический стандарт для включения отопления, напомню, когда в регионе на протяжении 5 суток температура воздуха не поднимается выше плюс 8. В Бобруйске в прошлом году тепло в батарее поступило 23 сентября. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. В стране выздоровели от коронавируса свыше 67 тысяч пациентов, зафиксированы 69 673 человека с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории привели без малого 1 миллион 430 тысяч тестов, такие данные приводит Минздрав. Всемирная организация здравоохранения призывает правительство стран больше не вводить карантин из-за коронавируса в случае повторной волны эпидемии. Специалисты уверены, достаточно будет носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Большой футбол, весомый каравай и приостановка рейсов «Белавия» временно не летает в Россию. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. «Белавия» продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа. Воронеж, Казань, Нижний Новгород самолеты не будут летать и вовсе под 24 октября. Продлина и приостановка рейсов в Ригу до конца лета. Вернуть деньги или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021. Для этого нужно обратиться в кассы представительства авиакомпании. 7 миллионов 236 тысяч тонн зерна – столько весит республиканский каравай. Уборочная компания выходит на финишную прямую. Осталось убрать 12% площадей. В лидерах Брестской, Гродненской и Гомельской области также продолжается уборка льна и заготовка сена. В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования. За первое полугодие в стране введено 12 новых. В них будут обучаться 435,5 тысяч детей. Первый экипаж сборной Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия армейских международных игр. По результатам, показанным в прошлом году, все команды разделены на два дивизиона. Наши военные вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном вошли в состав первого. Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября. Своё участие в танковом биатлоне подтвердили военные ведомства 16 государств. Менее чем через полчаса начнется матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между Брестским, Динамо и Астаной. Встреча пройдет без зрителей. Напомним, это будет первый в истории города над Бугом матч в самом престижном турнире Старого Света. Стартовый свисток прозвучит в 21.00. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Скоро в школу. Магазин «Байстеп» предлагает туфли, босоножки, кеды для мальчиков и девочек на любой вкус. В ассортименте мужская и женская обувь. Анастасия Пахлёстова тоже присмотрела себе пару. Кроссовки из последней коллекции и классические ботинки. Среди множества пар в магазине «Байстеп» каждый сможет выбрать себе обувь по вкусу и кошельку. Уже есть, что присмотреть к осени. Ассортимент пополняют каждую неделю. В основном искусственные, но хорошего качества. 30-65 рублей. То есть, всё по карману. В «Байстеп» женская обувь представлена в размерах от 36 до 41. Самая популярная модель у молодёжи – массивные кроссовки. Одни из них – чёрные с контрастной жёлтой подошвой. Искусственная – это замш. Внутри искусственная кожаная стелька. Подошва резина ТПР. Замш, он чистится щёткой специальной. Носится в погоду сухой. Вообще, качество хорошее. Носится хорошо. Мы сами покупаем. Не меньшим спросом пользуются и другие модели. Широкий ассортимент «Кет», «Макосин», «Босоножек» на жаркую погоду. Если хочется чего-то более классического, можно выбрать слепоны. Они подходят под любую одежду. Размеры от 36 до 41. Разных цветов с перфорацией и стразами. Не только для прекрасных дам. Выбрать обувь по душе могут и представители сильного пола. Большой размерный ряд – от 40 до 50. В «Бастеп» представлен популярный итальянский бренд «Гриспорт». Магазин в торговом центре «Альянс» предлагает много детской обуви к новому учебному году в школу и садик. Кроме классических туфель, есть пары для занятий физкультурой и чешки для танцев. Детская обувь – ортопедическая, с кожаными стельками и супинатором. Ходим в садик. Покупали чешки и спортивную обувь для физкультуры. И качество, и очень широкий ассортимент. Визуально очень красивая обувь здесь и по цене все подходит. В «Бастеп» есть широкий выбор сумок. Для детей можно присмотреть рюкзак к школе. Оплата наличными или картой. В инстаграм-аккаунте магазина можно отслеживать новые поступления. Бутики расположены в торговых центрах «Стрелец» и «Спектр». Детскую обувь можно приобрести в ТЦ «Альянс». Работает интернет-магазин. Доставка по всей стране. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. В Бобруйском районе ввели запрет на посещение лесов. Такую меру приняли еще в шести регионах области – Глузском, Горецком, Дрибинском, Кировском, Кличевском и Осиповичском районах. Из-за жары сохраняется пожароопасная ситуация. Жителям запрещено находиться на территории лесных массивов. Работники лесхозов находятся в полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Для наблюдения за лесом используются стационарные камеры и дроны. Тепло и солнечно. Первая половина вторника выдалась по-летнему комфортной. Воздух прогрелся до 26 градусов. К обеду небо затянули облака. Пошел дождь. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова. Завтра в страну придет атмосферный фронт с юго-запада Польши. Будет облачно с прояснениями. Ночью утром местами появится туман. Ветер слабый при грозах, порывистый. На большей части страны пройдут дожди. В некоторых районах синоптики прогнозируют ливни и грозы. Объявлен желтый уровень опасности. Без зонта не обойтись. По меньшей мере 63 человека погибли в Судане из-за наводнений, вызванных мощными дождями. Ливни не утихают в стране уже второй месяц подряд. Разрушены тысячи жилых домов и свыше ста правительственных зданий. Ранее в суданскую столицу был направлен самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарной помощью для пострадавших. Новый температурный рекорд зафиксирован в долине смерти в штате Калифорния. Воздух раскалился до 54 градусов. Необычайно высокие температуры регистрируются во многих штатах, от Аризоны до Вашингтона. Так, в Фениксе уже свыше 40 дней до плюс 43. Ученые объясняют эти явления ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Завтра в Бобруйске переменная облачность, возможен дождь. Ветер с востока, скорость 5-7 метров в секунду. Объект термометра покажет плюс 24, ночью 17 выше нуля. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! ТВ- Petit стимул. Игорь Богдан, Бобруйск,olis. Субтитры подогнал «Симон»